Сейчас мы приехали в семью, где трое детей и мальчик-инвалид. И сегодня мы приехали, им привезли продукты, вот здесь у нас продуктовый набор. От замечательной женщины из Германии, Илоны Грюбозер. Вот она очень переживает за судьбу жителей Донбасса. Постоянно жертвует, чтобы я помогал им. И вот это поселок Октябрьский, сколько тут до аэропорта? За станционный. Сколько тут до аэропорта? Километр. Километр, ну я знаю, мы едем и видим терминал недалеко отсюда. И также мы на памперсы им от Илоночки выделяем тысячу рублей. Спасибо, Господи. Адрюшка, у нас кассир. Да, и вот спасибо жителям Германии, спасибо Илона. Скажите, а здесь перемирие соблюдается или нет? Или все равно? Ну, стреляют. Сегодня стреляли, смотрю и ночью, там взрывы идут потихонечку где-то так в аэропорту. Спартак слышно. Вчера я шел, возвращался, и вспышка такая на Спартаке, прилет был, взрывка такая неонная, вспыхительная была, и стреляют, да. Да, то есть никакого перемирия нет. Вот под постоянно... Ну, позиционные я имею в виду, бои идут. Ну, постоянно под обстрелами, которые находятся, по крайней мере, сейчас хотя бы в дома не летят людям, но... Ну, да, слава Богу. Ну, люди находятся под обстрелом. Низкий вам поклон, спасибо огромное. И за вашу помощь, и... Спасибо, да. Как говорится... Слава Богу, что, как говорится, по милости Божией, люди нас тоже понимают. Нас Господь объединяет всех. Да, поддерживает. Ну, очень приятно, что есть еще такие люди, которые... Неравнодушные. Неравнодушные относятся к нам, вообще к Донбассу. Это очень, очень приятно.